итак слава богу мы приветствуем всех кто присоединился к нам в эфире к служению нашей церкви и я хочу сегодня поговорить на тему всегда и все ли ко благу очень часто мы используем этот стих мы кому-то желаем этот стих да в чью-то жизнь говорим иногда мы этот стих даже чаще всего наверное мы его используем и относим к себе каким-то ситуациям в нашем жизни да какие-то поступки или какие-то события когда они происходят нашей жизни я хочу чтобы мы сегодня немножко разобрались и поговорили об этом стихе и чтобы нам понять настоящий да действительно смысл да какой несет этот смысл стих нам обязательно нужно обратиться к контексту то есть почитать внимательно о чем все таки шла речь когда апостол павел он уже дошел до этого стиха и апостол павел в этом послании послание римлянам и в 7 главе и 8 главе он говорит об очень важном событии да очень важно наверное законе или как сказать о очень важном принципе для верующих людей он говорит о борьбе между нашей греховной плотью и возрожденным духом христианина и он поднимает здесь очень серьезный вопрос и он говорит нам задает даже этот сам вопрос и отвечает на него что же делать сегодня верующему человеку всегда ли придется верующему человеку быть удрученным быть расстроенным быть опусти находиться с опустившимися руками потому что апостол павел он говорит что несмотря на то что мы спасены мы сегодня живем с богом но наша плоть она по-прежнему иногда пару и очень часто дает о себе знать и это очень часто приводит нас к разочарованию к осуждению и он даже вот эта глава и начинается вот как раз с этого момента что мы должны неужели мы теперь всегда должны жить в этом осуждении потому что у нас не всегда все получается а в 7 главе очень интересно апостол павел представьте святой апостол божий человек он даже говорит такие слова бедный я человек кто избавит меня от всего тела от всего тела смерти то есть он открывает нам и показывает он приоткрывает эту духовную занавеску и показывает нам некие духовные законы некий порядок и что происходит с нами будучи уже живя спасенными людьми живя в иисусе христе мы сталкиваемся с нашими недостатками мы сталкиваемся когда у нас что-то не получается в жизни когда и апостол павел он тоже говорит это о себе когда я хочу сделать доброе я не делаю это когда и наоборот это то есть он говорит о сильнейшей борьбе внутри нас под которой мы всегда будем находиться и он объясняет и говорит что не всегда мы будем не всегда мы будем пребывать в подавленном состоянии мы не должны в нем пребывать почему он объясняет нам и если вы прочитаете внимательно сначала восьмую главу он говорит что нет нам осуждения мы не должны себя корить и жить в этом осуждении когда у нас не всегда выходит так как бы хотелось почему он это говорит потому что христос он говорит он освободил нас от этого стыда он освободил нас от силы закона как это происходит он открывает все в подробностях друзья когда мы с вами совершаем какие-то ошибки в нашей жизни когда у нас не получается что-то когда мы не можем подражать христу в каких-то моментах нашей жизни что происходит включается закон и первое с чем ты сталкиваешься твоя совесть она начинает осуждать тебя и тогда внутри тебя говорит вот посмотри какой ты христианин какой ты веришь у тебя ничего не получается как бы ты не старался как бы ты ни желал а проповеди посмотри какие они говорят но ты не можешь ты не способен у тебя ничего не выходит и что происходит закон он тогда осуждает этот грех но апостол павел говорит у нас есть благодать у нас есть иисус христос который что сделал он освобождает нас он победил этот закон он победил это осуждение внутри нас и мы должны взять эту победу мы должны взять эту победу через веру в иисуса христа что еще он говорит апостол павел говорит так как мы сегодня приняли христа как своего спасителя он говорит мы больше не должники нашей плоти очень важная мысль друзья что означает то есть мы сегодня не обязаны подчиняться нашим плотским похотливым греховным желанием мы сегодня не обязаны и мы не должны больше ничего потому что все что мы были должны иисус христос заплатил это исполна заплатил и поэтому сегодня чем отличается верующий человек от неверующего человека неверующий человек в котором нет сегодня иисуса христа в котором нет победы креста голгофского он не способен дать бой своей плоти и поэтому он всегда подвержен и он как ведомы на заклание он ничего не может сделать он понимает что он живет неправильно он понимает что он сегодня заблудился он понимает что сего но он говорит я ничего не могу сделать вспомните себя мы ведь тоже самое переживали свои жизни и он сегодня находится на этом пути но он ничего не можете потому что он должен плоти и он идет на поводу своей плоти на поводу своих желаний инстинктов простите за это выражение и человек ничего с этим не может делать но ты когда принимать когда мы сегодня принимаем иисуса христа как своего господа спасителя это тогда этот долг он больше его нет больше и чем мы сегодня какую привилегию сегодня имеешь ты а очень важную очень мощная имеем и внутри себя мы можем сказать нет я я не буду это делать я не пойду я ничего тебе не должен и тогда сила которая ты имеешь от иисуса христа она помогаете победить эти греховные желания слава господу нашему иисусу христу посмотрите что делает господь очень важный вообще прочитать обязательно седьмую восьмую главу это серьезнейшие главы где раскрывается просто ну знаете там реальность христианской жизни понимать там не просто какая-то эйфория или еще что-то там рассказывается о настоящей нашей борьбе ежедневной ежеминутной которая происходит внутри тебя и меня и апостол павел он говорит ты не должен жить в осуждении постоянного разочарований ты не должен конечно дьявол в этот момент он также никогда не дремлет он очень хорошо знает заповеди божьи он знает хорошо закон и он всегда приходит в этот момент когда ты когда у тебя что-то не получается в твоей жизни когда ты где-то плоть твоя она берет вверх и ты делаешь совершающие ошибки то дьявол он всегда использует и у нас его задача просто осудить тебя и чтобы сказать ты не даже не встань не вставай даже головы своей не поднимай как тебе в церковь вернуться как на тебя посмотрят как тебе снова служить ты посмотри на свое прошлое ты посмотри ты пренебрег ты потерял но отец небесный мы знаем из истории о блудном сыне что он делал он ожидал его каждый день слава иисусу христу он ожидал этого заблудшего сына он ожидал выходил навстречу выходил из дома и каждый день он ждал его зачем он его ждал чтобы снова положить на него белые одежды снова дать ему этот перстень снова дать ему этот шанс посмотрите какая любовь божья и здесь апостол павел он и говорит об этом друзья мы не брошу апостол павел также говорит в этой главе что мы не брошены один на один в этой борьбе с нашими плацкими желаниями с нашими греховностью мы не брошены одни но он говорит дух святой аллилуйя он говорит дух святой он внутри нас и он свидетельствует тебе что ты вы помните этот сын сидит возле этих рожков возле этих корыт ну что произошло внутри него он посмотрел написано на небо и он сказал он сказал что он сказал у моего отца рабы даже лучше получают обеспечение и заботу чем а я он что что за откровение пришло к нему друзья что сказал ему святой дух друзья он сказал ты сегодня даже ты сегодня там далеко в этой стране но ты про прежнему сын своего отца небесного аллилуйя друзья что происходит с нами сегодня когда мы сегодня попадаем в какие-то неприятности передряги в этой борьбе когда у нас опускаются руки когда мы бываем сломленными но что происходит но внутри нас есть дух святой который является залогом и печатью свидетельством того что я сегодня у меня есть отец небесный у меня есть тот который сегодня может обновить все мои одежды который может дать мне новый старт в моей жизни который может простить все мои грехи и все мои ошибки и дать мне новый шанс и не просто дать знаете но я посмотрю на тебя иди паси свиней иди теперь заслужи заслужи свои свои давай делать добрые дела я еще подумаю как это очень часто наверное делаем и люди но бог он любит любовью бескорыстной он покрывает все и мы видим в этом чудесной истории когда сын снова получает это завертные белые одежды которые символизируют чистоту и прощения и полного освобождения от чего от этой укорения от как раз от этом от этого состояния осуждения друзья и никто не мог если отец оправдал этого сына уже никто что такое он вышел когда он вышел в этих белых одеждах когда он вышел с чем он дал ему перстень друзья и когда он вышел и уже никто не мог сказать и укорить этого сына а ты где был а ты откуда здесь взялся но что но тот перстень то печать которую дал ему отец она свидетельство что этот сын сегодня он по-прежнему имеет ту же самую власть то же самое наследство то что ему и принадлежало всегда и никто не мог укорить больше его и осуждение она не имела там никакой силы слава господу друзья это наш господь возвращайся сегодня к богу возвращайся ко христу он сегодня ожидает тебя если что-то пошло не так в твоей жизни если ты сегодня где-то совершил какие-то ошибки отец небесный он ожидает тебя он ждет каждый день он желает простить тебя очистить и снять этот груз осуждения посмотрите в чем мы живем когда мы с вами живем во грехах знаете от чего он больше всего мучиться человек он мучиться от самоосуждения каждый день ты несешь этот груз этот страшный груз тяжелейший груз и все ври все тебе все вокруг тебя но все говорит ты грешник ты хуже всех ты неудачник у тебя ничего не получилось там тебя не примут и этот каждый день человек несет этот груз но иисус христос он желает освободить тебя от этого груза греха от этого груза осуждения друзья это отличная я так и не договорил в очень важную мысль да о том что чем мы отличаемся сегодня от неверующего человека друзья мы способны благодаря тому что в нас есть иисус христос мы способны не подчиняться нашей плоти мы способны контролировать наши желания слава господу мы способны понимаете мы в этом и есть наша привилегия отличия я я этого не делаю не потому что мне там кто-то сказал или еще что-то но я это не делал потому что у меня есть сила этого не делать слава господу и я иногда слышу что говорят не верующие люди это слабые люди они они слабы и поэтому они туда ходят и вот чтобы там что-то не делать они там вот пока там они вот это все неправда я хочу сказать верующий человек он очень сильный человек потому что наша сила она не внутри нас мы не пользу наша сила она ничего не может сделать но в нас есть сила иисуса христа воскресение сила воскресения сила освобождения и поэтому сегодня я свободен и я всегда говорю знаешь если мы слабые ну попробуй ты сделать то что сделал я попробуй брось вот эти привычки вредные попробуй любить и жить с одной женой да попробуй сделай но знаете тогда сразу здесь все ставится на свои места сразу человек понимает да он слаб перед своей плотью перед своей греховной плотью он не имеет внутри себя этой победы которую всем нам сегодня дает иисус христос я благодарю за это господа и вот смотрите когда мы все это говорим когда мы говорим об этих вещах а этой борьбе между нашей плотью и нашим духом возрожденным от иисуса христа от веры в господа нашего он также говорит что мы не будем оставлены в этой борьбе и что дух святой будет нам помогать совершать эту победу дух святой он будет внутри нас и он говорит что водимые духом суть сыны божий там очень много говорится там говорится о ходатай и мы не одни наш ходатай иисус христос наш первосвященник он борется пока мы здесь на земле сражаемся в этой войне иисус христос он ходатайствует за нас он ходатайствует за нас он стоит за нас он верит в нас и он помогает нам друзья чтобы мы каждый раз когда мы становимся вот в этот бой с плотью нашей мы одержали над ней победу пусть нас всех господь благосовит написано также здесь буквально мы уже подходим к вас вас 8 стиху к заветному который мы очень сильно любим там буквально чуть выше написано что дух святой он подкрепляет нас в этой борьбе и вот здесь наступает момент когда апостол павел он говорит наш любимый стих при том знаем что любящим бога призванным по его изволению что делать все содействует к благу друзья абсолютно все представляете вот эта борьба непростая борьба это слой эти сложные ситуации в нашей жизни апостол павел говорит бог со своей стороны он настолько желает чтобы ты был победителем что он готов вот эти все ситуации помочь тебе обратить во благо но друзья мы должны понимать мы должны заметить здесь очень важные моменты кому для кого это все при том знаем во первых любящим бога слава господу вот мы не да мы не все замечаем что есть некоторые ну как сказать что есть когда мы читаем какой-то стих и особенно когда что-то нам этот стих обещает мы должны посмотреть внимательно а что же если в этом стихе если какие то что мы давно что мы должны обратить внимание так вот здесь я вижу что все содействует было на благо содействует ко благу кому тем кто любит своего господа любит означает нуждается друзья вы знаете когда в нашей жизни появляется какой-то объект любви я извиняюсь что и может быть я даже сравню наверное может быть какой-то вещью да ну зашел в магазин и вот она полюбилась тебе и ты приходишь домой и спать не можешь да и ты представляешь как ты едешь на ней или как ты в ней что-то завариваешь или ты готовишь в этой вещи и ты ну я не знаю у меня постоянно так я иногда бывает даже уснуть не можешь вот что-то так понравилось тебе чего-то так тебе захотелось и ты представляешь это в своей жизни как ты этим пользуешься как ты без этого жить не мог всю свою жизнь да и ты ничего с собой не можешь поделать такое влечение у тебя внутри и ты ты не можешь его побороть а когда вспомните когда мы влюбились своих жен это срывало нам я извиняюсь голову да я помню когда у нас начинались отношения с моей женой мы могли зимой даже в 30 градусов мороза просто пешком пройти по городу и так далеко ушли что с рабочих мы могли дойти прямо до центра города и это время и не холодно было и ты не голодна тебе ты ничего не чувствуешь потому что ты влюблён и я знаете проецирую это я думаю о боге вы помните однажды в откровении написано чтобы мы не оставляли вот этой первой любви насколько сегодня я нуждаюсь в моем господи или я уже сегодня могу все сделать сам я вернусь опять может быть к этой истории о блудном сыне она мне очень нравится потому что я всегда в ней вижу себя каждый раз когда я читаю эту историю я вижу себя этот парень знаете у всех детей вот у них такой есть возраст когда они не слазят с колен родителей они в них они в нас нуждаются они зовут нас поиграть они зовут с нами что-то сделать любая проблема что они кричат мама и даже самые банальные вещи они все равно мама папа они даже и замил ты думаешь да что ты сам что ли не знаешь как сделать но они это и есть это люб выражение любви потому что они нуждаются в нас а приходит время когда наши молодые люди подростки они наоборот говорят теперь я все буду сам мне не нужно то же самое произошел с этим юношей с этим с младшим сыном однажды он проснулся искал а зачем мне отец я знаю как всем управлять я знаю как быть как иметь свое дело я знаю как мне построить такой же дом я знаю как мне все сделать я уже все знаю я знаю я уже увидел как это все делается меня не нужно учить мне не нужно больше преподавать учить меня чему-то минимум я больше не нуждаюсь в своем отце и при живом отце он требует от него говорит отдай мне мое стартовый капитал сегодня дети настолько у нас умные что даже в 13 лет они поднимают вопросы о наследстве я говорю сынок не дождешься я не из библии я не я извини я плотской говорю еще не сильно не до конца победил плоть иногда задаю такие вот там а кому какая доля я все мне сразу эта притча о этом блудном сыне а дай мне мое да что в чем была ошибка этого парня он подумал что он больше не нуждается в отце и я всегда мы все через это проходим это к сожалению наш характер это наши вот как там я не знаю как хотите это называть но у нас у всех если это время и я понял знаете одну очень серьезную вещь когда мы вырастаем становимся взрослым мы все можем и наши родители знаете почему они себя чувствуют одинокими потому что мы в них не нуждаемся ты больше не нуждаешься и тогда даже если ты имеешь общение но если твоя мама твой папа они не чувствуют что ты не приходишь к ним и не спросишь как какой-то ситуацию какой-то вопрос ты больше не нуждаешься и они становятся одинокими от этого эта ошибка очень распространена сегодня особенно сегодня мы очень современные мы очень умные мы очень амбициозные не оставляй своих родителей нуждайся в них всегда нуждайся в своем небесном отце каких бы ты не достиг духовных вершин чтобы не как бы тебя бог не благословил чтобы где бы ты не оказался какие бы перспективы не открылись перед тобой всегда нуждайся в своем боге отце всегда испытывай к нему нужду знаете в чем была ошибка этого молодого человека он думал что он если выйдет из дома отца он думал что весь мир откроется перед ним но когда он выходит из дома отца мы должны понимать одну вещь он вышел из под подкровитель покровительство своего отца он оставил и вы знаете что дети они благословляют со верой родителей аминь друзья и когда дети хлопают дверью и говорят мне я не нуждаюсь ваших услугах я не нуждаюсь вашим они оставляют покровительство своих родителей то божья понятие бог так устроил они выходят из-под покровительства и тогда начинаются сложные времена в их жизни не оставляй своего небесного отца не оставляй свою церковь всегда будь под покровительством небесного отца своего не оставляй своего призвания люби господа нуждайся в боге если бы если царь давид он сказал такие сова с чего и начал служение возрадовалась мое сердце возрадовалась то есть все что он имел она память в этот момент когда ему сказали мы идем в церковь мы идем в дом божий все его все что он имел в своей жизни все его ресурсы все возможности они просто упали ниже на ступень они обесценились перед тем предложением которое было перед ним а сегодня ты можешь пойти в дом божий сегодня у тебя есть это возможно а мы сегодня у нас мы безлимитно можем приходить в дом божий слава иисусу христу ты сегодня бесплатно никаких лимитов ты всегда можешь пребывать пусть на всех бог благосовит друзья любить господа я бы может быть хотел сказать несколько слов об этом и конечно если говорить о любви к богу я хочу процитировать слова иисуса христа в евангелии от марка 12 главе 30 стих он цитирует здесь заповедь божью и говорит евангелие от марка 12 глава 30 стих и возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим и всею крепостью твоей вот первая заповедь друзья очень важно он говорит о трех уровнях дали а трех уровнях взаимоотношений любви к богу от человека и первое о чем он говорит он говорит чтобы мы нашим сердцем и нашей душой возлюбили господа что это такое мы можем сказать об этом это наши эмоции это наши чувства и мы должны через наши эмоции через наши чувства выражать эту любовь поэтому мы сегодня говорили о прославлении мы можем где-то и немножко как говорится да и притопнуть и прихлопнуть потому что радость переполняет меня потому что бог спас меня потому что сегодня я исцелен господом потому что бог ответил на мою нужду потому что господь меня благословил и я в храме божьем как я могу не радоваться и мы через наши эмоции мы выражаем свою любовь друзья где-то мы говорим давай мы дадим аплодисменты господу и мы это делаем мы выражаем это нашими эмоциями аминь или нет но также он говорит это заповедь говорит о том что мы и разум почти наш разум мы тоже не просто чувства не просто эмоции но и разум на что же должен подчиниться и выражать эту божью любовь друзья это очень важно это осознанно познавать бога это наше решение это наши поступки посмотрите в 1 иоанна 2 глава 5 стих очень серьезные слова говорятся а кто соблюдает слово его в том истинно любовь божия совершилась из чего узнаем что мы в нем это и есть это и есть любовь через наш разум когда мы познаем его слово когда мы познаем его слово и у мы исполняем это слово друзья это уже невозможно делать только на эмоциях я думаю все со мной согласитесь потому что эмоции они очень изменчивы мы не должны строить веру на наших эмоциях солнце встало тепло хорошее настроение я иду в церковь а если солнце даже не встанет мы все равно должны прийти в церковь мы не можем нашу веру построить понимаете мы не можем веру построить если что-то там произошло и и на этом заканчивается наша вера или у нас если дело например если на все хорошо получилось наше мы достигли какой-то цели успеха вот тогда мы верим мы жертвуем господу а если наоборот наоборот мы столкнулись с трудностью наоборот мы мы с вами в сражении это сражение завязалось затянулось и что делать в этот момент а мы не должны изменяться мы должны быть по-прежнему верными слову божьему это и есть возлюбить господа нашим разумением нашим разумом это те поступки которые будут вытекать из послушания божьему слову это